Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня, в пятницу, мы анализируем заболеваемость, которая у нас изменилась со среды. На сегодняшнее утро 154 больных, и это плюс 26 человек относительно среды. 83 выздоровевших человека, и это плюс 9 относительно среды. Таким образом, продолжают болеть 71 человек, в том числе из них 17 госпитализировано, 15 в нашу клиническую больницу, из них 8 средне-тяжелых, и 2 человека в Нижнем Новгороде, один в Помце, и он средне-тяжелый, и один в 33 больнице, и он с легкой формой. Остальные болеют в легкой форме на дому. 163 человека при этом еще сидят дома на карантине. Охват тестированием у нас более 180 в пересчете на 100 тысяч населения. Уже давно мы на этот уровень вышли. И свободный коечный фонд достаточно большой, каждый день более 70%, с учетом, что в основном формы легкие. А вот коэффициент распространения у нас достаточно большой. Но при этом совершенно четко мы понимаем, что это тот уровень заболеваемости, который сейчас наблюдается как во всех регионах, так и во всех районах нашей Нижегородской области. То есть в этой ситуации мы нисколько от других не отличаемся. Заболеваемость идет по тем путям, которые мы уже многократно с вами обговаривали. Ничего здесь нового нет. И заболеваемость наша, нас радует только в том плане, что она идет в легких в основном и изредка в средне-тяжелых формах. Таким образом, наша с вами общая работа вот до сегодняшнего дня, все меры предосторожности, которые мы применяли, изоляция, карантины, всевозможные дезинфекции, учет всевозможный на работе, вывод людей из групп риска на удаленную работу. И другие меры профилактики, которые мы тоже неоднократно обсуждали, все-таки привели к тому благотворно, что мы не дали вспышку. У нас нет с вами на территории тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных, во всяком случае на сегодняшний день. И у нас нет с вами резкого взрыва заболеваемости. За это время у нас очень хорошо подготовлены абсолютно все. У нас подготовлена медицина, все медицинские работники прошли уже специальное обучение именно по COVID-19, они уже встретились с этим заболеванием, они его пощупали, что называется, попробовали и умеют лечить. Они уже участвуют бесконечно в видеоконференциях медицинских, посмотрели, как лечат в том числе и тяжелых больных в других регионах. У нас намечена и уже выполняется детально маршрутизация больных. У нас очень хорошо оснащены на сегодняшний день больницы. У нас замечательно отработано оснащение медикаментами, налажено производство необходимых препаратов в стране, построены новые клиники, перепрофилированы отделения. И вот эта вся работа как раз и сделана в тот период, когда мы с вами очень строго соблюдали меры изоляции для того, чтобы не было массового взрыва, чтобы не было массового наплыва в больнице, чтобы не было смертей и не было очень тяжелых. Вот этого мы с вами добились, сообща, общими усилиями, и это замечательно. Но при этом мы видим, что заболеваемость, конечно, растет. Надо констатировать, что мы не получили ожидаемого некоторыми людьми, которые говорили, что придет лето и вирус сам собой уйдет. Этого, конечно, нет. Заболеваемость растет, но ситуация у нас с вами стабильная. Поэтому меры профилактики мы с вами уже знаем хорошо и продолжаем их выполнять в будущем для того, чтобы не было вспышечной заболеваемости, для того, чтобы не было в трудовых коллективах больших вспышек, для того, чтобы не было тяжелых заболеваний. При этом мы впереди у нас выходные, причем выходные, когда будут религиозные праздники, и все ожидают во время хорошей погоды, что будут какие-то массовые мероприятия. Призываю вас опять вспомнить о мерах безопасности. Они уже доказали свою надежность, они доказали, что они не дают нам вот этих вот печальных последствий, которые мы иногда видели в некоторых других городах и странах. Поэтому помните, пожалуйста, об этом и на Троицу, помните об этом и выезжай к родным. И у меня еще есть вопрос по поводу отъездов в отпуска. Сейчас многие пытаются выехать. Пожалуйста, узнавайте по территориям, куда вы выезжаете, есть ли там карантины, есть ли там высокая заболеваемость. Наш Краснодарский край тоже открыл достаточно много курортных мест, но уже сегодня в средствах массовой информации обратите внимание, продлен у них карантин до конца у некоторых июня. Обращайте на это внимание. И в зависимости от того, какова будет ситуация эпидемиологическая в месте, куда вы едете, и какова она будет здесь к моменту приезда. Будут несколько, может быть, разные ответы на вопросы, которые я сейчас не могу дать. А что же будет? А нужно ли будет брать справку на работу? Нужно ли будет обследоваться? Нужно ли сидеть на карантине? Вот это все будет по месту в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. А сейчас я желаю вам прекрасных выходных с мерами профилактики, с тем, чтобы мы в будущем с вами не уходили далеко в болезнь, а жили, возвращались к нормальной жизни и при этом не делали вспышек. Всего доброго. До свидания.